Они же тоже люди, они достойны жить, они хотят жить так же полноценной жизнью. Они имеют на это полное право. Вот мы недавно совсем делали автопробег по городам Приморского края. Это их было 17, самые крупные города. И картина печальная. То есть просто все сидят. Мы не увидели ни одного инвалида, который был бы активен. Единицы. А по статистике у нас по Приморскому краю 45 тысяч. 45 тысяч инвалидов. Из них, даже если мы возьмем тысячу людей, к примеру, на колясках, то мы увидели всего 10. У нас цель такая. Кто нуждается в помощи, это политика нашей организации. Мы всем помогаем. Мы это и делаем, чтобы на нас внимание обратили. Если не мы, то кто? Если мы будем лежать по домам, или будем, как вот ребята, в домах инвалидах сидеть и молчать, то, конечно, ситуация никогда не изменится. А на самом деле мы точно так же хотим, допустим, ходить в бассейн, ходить в тренажерный зал соответствующий, нормальную пищу есть и купаться в чистом море. Я четко знаю, что на самом деле государство выделяет огромные суммы денег, и каждый год принимаются различные программы, различные мероприятия, которые направлены на то, чтобы жизнь инвалидов в нашей стране улучшить. И ни в одной другой стране мира столько денег не тратится на это. Если можно сделать новые спортивные объекты с учетом этой потребности категории людей, значит, надо делать. Если можно предусмотреть кинотеатры, допустим, с пандусами, с туалетами, как сейчас делается в Москве, давайте сделаем. Если можно сделать транспорт для этих людей доступный, давайте сделаем. Если можно этих людей как-то через спорт реабилитировать, давайте будем помогать им, пускай они выезжают на чемпионаты, пускай они соревнуются, тем более, что деньги на это есть. Если мы будем сидеть на месте, то в нашей жизни ничего не поменяется. Поэтому мы понимаем, что если мы хотим быть здоровыми, активными, креативными, современными, мы должны выезжать, мы должны заниматься физкультурой, спортом, конечно, профессиональным. Все руки, конечно, вот, ребят, посмотрите, в каком состоянии находятся. Вот, ну, на самом деле, представляете, как нужно было, как нужно было биться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть то, что я сделал, это, на мой взгляд, это еще только начало. И, конечно, цель нашей организации, самая большая цель, ради которой вообще, в принципе, все было начато, это строительство реабилитационного восстановительного центра. Когда мы к этой цели придем, когда этот центр будет построен, тогда я смогу по-настоящему сделать какую-то паузу, да, выдох и сказать, вот теперь, Артем, ты сделал дело, ради которого, может быть, ты и пришел в этот мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно, нам очень важно, что те, кто неравнодушен, обращает на нас внимание, мы делали, делаем и будем делать эти мероприятия, и с каждым днем все больше, и качественней, и это наша жизнь. Мы так живем, мы хотим заниматься спортом, мы хотим быть социально активными, мы хотим участвовать в общественно-политической жизни нашего города, края, страны. У нас другого выхода нет, у нас выход только победа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова